Ребята, создаем что? Создаем контейнер. Как всегда, диск-классом у нас будет контейнер, да? И внутри, ребята, создаем несколько блоков, да? В нашем случае это будет 4 блока, давайте. И назовем его parent-блок. Parent-блок. И пусть внутри parent-блока будет у нас inline-блок, внутренний блок. И внутри inline-блока у нас будет уже слово Translate. И 4 раза вставляем. Копия 4 раза. 1, 2, 3, 4. И подключаемся к стилю. Стал связь с Асс-талинком. Стал связь с Асс-талинком. И сюда, ребята, обнуление вначале идет, как всегда. И ноль. И ноль. И ноль. И ноль. И ноль. Стал связь с Асс-талинком. И ноль. И ноль. И ноль. И ноль. И ноль. И ноль. Сдал связь с Асс-талинком. И тожея. И это legitimated разделяет. будет такая 900 пикселей, например, поставьте, запишите вы, сейчас вид у нас будет 900 пикселей, а максимальная ширина пусть будет 100%, давайте бордер делаю white, ребята, как отцентрировать этот контейнер, да, мы отцентрировали на аута, да, либо же на аута, мы к css подключились, да, если я ошибаюсь, мне оставить css, css, ставим только css, все, пока что у нас так, видите, контейнер у нас посередине находится, и теперь, собственно, переходим к редактированию чего? паренблок, да, паренблок, да, паренблок, напишем, для него поставим значение вид, ребята, для него контейнер является родителем, да, и у контейнера относительно паренблока будет вид 100%, значит, у нас 4 паренблока, да, значит, по 20%, да, будет вид, если я хочу 4, и ребята, чтобы они стали как в одном ряду, нужно еще что добавить, да, молодец, контейнер, да, дефлекс, да, дефлекс, и посмотрите, вот, разделен зелен на такие части, да, сейчас, и еще можем написать flex, grab, grab, flex, grab, очень здорово, а, grab, 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 добавили, теперь паренблок, да, редактировать, пути, давайте у него хейт будет 200 пикселей, хейт будет 200 пикселей, да, вот видите, увеличивали, увеличили высоту, и теперь, собственно, background color идет у нас, давайте, background, пусть будет какой-то цвет, будет, допустим, grey, так, еще нужно будет, что еще, color white, так, она стоит color white, так, фунтсайз, давайте побольше сделаем, фунтсайз, пусть будет 25 пикселей, шрифт, размер шифт, да, filter, text line, давайте, центр, да, центрируем я, сейчас, text line, центр, так, все теперь по центру стоит, а, ребята, 25 процентов, да, у нас 4 же блока, все, 25 процентов, и еще что, да, чтобы, ребята, чтобы надпись находилась по имени и по листикали в центре, что нужно написать здесь, да, я уже написала, она выравнивает текст по горизонтали, да, а мне нужно по листикали выравнивать это, да, но есть еще line height, да, line height должен быть равно чему, алмаз, высота линия означает, line height это высота линии, нет, он должен быть такой же, как у обычный, обычный height, у них одинаковые значения должны быть, и посмотрите, видите, теперь идеально выравненный процент, еще, давайте у нас будет процент поменьше, но будет маржиной, 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 маржиной будет, например, 30 пиксели, да, 30 пиксели, да, 30 пиксели, еще как-то, давайте поменьше, процент здесь будет 20 давайте теперь бордер убираем теперь нам нужно отступ сверху значит добавляем где у нас маржинал по бугар спереди добавляем несколько пикселей примерно чтобы сверху было да теперь ребята еще создаем что давайте чтобы у нас справа вообще маржина не было у нас остается от справа чтобы этого не было убираю излишне для этого я напишу parent блок потом добавлю что last child а хотя нет подождите так last child добавляется да блок last child подождите 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 маржин и еще ребята у нас какой еще блок внутренний инлайн блок давайте переходим к нему инлайн блок пусть будет у нас да сразу же давайте онлайн блок будет другой другой какой то какой то какой то будет и теперь ребята давайте переходим к нему когда нажимаем когда нажимаем на него давайте копируем и напишем ховар знаем ховар как ребята помним ховар ховар что означает и наведение поменяется цвет работаем теперь трансформация есть такое свойство как transform у него много значений матрикс матрикс 3D перспектив мы сейчас все это будем изучать translate давайте сначала начнем с обычного да 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 они передвигают наш элемент да например 20 20 поставлю сейчас смотрите что делает вот видите наш инлайн блок выходит за рамки видите но плавности нет да резко изменения происходят для того чтобы плавность добавить что добавляем ребята transition да молодцы ребята давайте добавим transition пусть будет на сколько секунды 5 на 10 секунд да вот видите теперь красиво работает все это давайте я еще нажим сюда по пиксели вот видите теперь красиво работает все это а теперь ребята вы поняли почему у нас парень блок есть и почему у нас инлайн блок есть парень просто какой блок парень блок ага да и ребят посмотрите у парень блока это значит он какой здесь задник задний бокс задний бокс а то что у нас написано инлайн блок да у него цвет сейчас вот такой синий да инлайн блок значит инлайн блок это какой блок то что двигается да двигающийся блок почему поняли теперь почему у нас два блока да это как бы сложили друг друга да друг на друга их два бокса а потом инлайн блок вот так выпадает выходит за рамки выходит и так когда при при наведении мышки да и теперь ребята давайте объясню вам что означает эти два двадцать пикселей да первое означает ребята первое означает что что отступ направо то есть нет выдвигать направо насколько пикселей да например я сделаю 0 он будет двигать только вниз вот видите только вниз я сделаю 50 и направо будет больше наклона вот видите направо больше и либо же и ага и теперь ребята если подумайте если я хочу налево выдвинуть что нужно делать вот эта часть ребята отвечает за горизонталь вот это первый пиксель второй пиксель отвечает за вертикаль значит мы с помощью обычного 50 пикселей например 20 пикселей выдвигаем направо если я хочу выдвинуть налево что нужно писать как вы думаете минус ребята минус укажем минус минусовое значение и видите налево попробуйте ребята сделать я хочу вверх выдвинуть что нужно сделать вверх да минус 20 да минус 20 теперь будет вверх видите так теперь попробуйте сделать первый вот так да а второй чтобы он направо был да вот ребята у нас сейчас 4 да по часовой стенке сделайте так чтобы у всех по-разному вышло хорошо сейчас попробуйте ребята мы попробовали все варианты здесь налево вверх да и направо вверх будет просто выбрать вот это и вот так и снизу и вверх будет справа снизу 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 и справа снизу вот так и слева снизу вот так вот и все ребята поняли да что такое транслейт Что она делает? Работает как margin, да? Margin, left, right, top, bottom, да? Теперь, вот эта первая часть означает за горизонталь, вторая за вертикаль. Так что, если вы не будете, если использовать, например, Y, да, будете использовать только X, можно написать вот так, ребята, смотрите, translate просто. Translate, вот видите, X, то есть только по горизонтали. И, например, сколько-то пикселей. Например, я по горизонтали 50 пикселей. И это не будет работать по вертикали, только по горизонтали. Видите? Видите? Либо же наоборот. Я могу игрок показать, да? И он будет вниз. Вот, смотрите. Либо же можно написать, что? Просто translate, да? И 0 по горизонтали, а по вертикали 50 пикселей, да? Так же будет работать, видите? Есть несколько способов. Ну, а так что, это тоже часто используют, ребята, именно Translate, на примере, да? Это тоже можете часто потом увидеть. И, собственно, у трансформа есть много эффектов, да? Один из них был translate, ребята. Теперь переходим к скейлу. Да, да, скейт. Скейт. Что такое скейт? Что она делает? Например, скейл я делаю 2, значит, не 2. Смотрите сами, что она делает. Что она делает, ребята? Это работает как зум. Увеличивает, ребята. Либо увеличивает, либо уменьшает. Я сейчас написала 2, 2. Что означает, ребята? Подумайте сами. Что это может быть? Здесь такой же принцип, ребята. Первый отличает за горизонталь, второй за вертикаль. Сейчас 2, это 2 раза больше. То есть, 1,1, это свойский размер. То есть, у него свой размер. Вот видите? Ничего не меняется, потому что у него свой размер 1,1. Я сделаю по горизонтали 2. Он 2 раза увеличится именно по горизонтали. Вот видите? Шире становится. Давайте я другие блоки удалю, чтобы мне не мешали. Осталось только 2 или вообще нет? Так, давайте я там оставлю. Идем еще. Вы остатесь, ребята, и я этого шкафа. Вы можете оставить как хотите. Вот видите, да? А так же я могу вот здесь поставить, сюда поставить 1, а сюда 2. Как поменяется? Да, узким станет. Либо же можно указать значение 1,2, например, да? Если это уже 1,5. Что было? Если вы хотите... Видите? Отключается. 2,2. Это вообще 2 раза больше становится. Если у нас ширина 300 пикселей, да? Становится 600 пикселей. Либо же можно уменьшить, ребята. Как уменьшаем? 0,5, да? Давайте. Подпишем 0,5, 0,5. 0,5, 0,5. Ну, посмотрите. Видите? Теперь inline блок, то есть внутренний блок становится видным, да? Почему? Потому что все-таки внешний блок уменьшается. За счет этого нам становится видным внутренний блок. Теперь у скейла тоже самое, ребята. У него, если вы хотите просто ширину менять, да? Значит, указывайте просто X. Scale X. И, например, 2 раза больше делаем по горизонтали. Шире сделаем, значит. Так. Либо я хочу использовать только вертикаль, длиннее сделать, да? Вот. 2. И вот так. Либо же, например, 0,2. А вот так. Вот. Видите? Вот такой эффект. Давайте я другой цвет выберу, а то мне не нравится. Теперь, ребята, есть еще. Есть еще вот такие у transform. Видите? Мы transform у нас как бы стоит, да? Мы просто меняем значение transform. А свойство transform стоит. Так. Теперь будет у нас скил. Давайте покажу вам скил. Как работает скил. Скил, видите? Скил. Что-то не работает. А, я неправильно указала, мне кажется. Он работает здесь. Дегриз это знаем, что такое? Дегриз? Нет? Градус, ребята. Дегри. Дег. Какой-то градус. Это градус, ребята. Попробуем вот этот. Видите? Я сделаю сейчас 0 дегри по горизонтали, но 30 дегри это по вертикали, да? Что у нас будет получаться? Видите? Как меняется? На какой-то градус перевернется. Так. Теперь еще мы можем написать 180, да? 180. Так. Видите, что происходит? Либо могу поставить сюда 62, если да, то 60, да? 60, 60. Вот видите? Либо 90 попробуйте еще. Интересно будет. Не кажется, что 90. 90. Вау! О, хорошо. Классно, конечно. Давайте 360 попробуем, чтобы на место стало. У скейла тоже есть и у скьюла тоже есть икс, а также значение икры. А икс по горизонтали, да? Например, указываем именно по горизонтали 60 дегрис, да? И вот, смотрите. По горизонтали 60 дегрис. Я поменяю икс на икс, да? Получается, у меня скью вот по вертикали. Теперь, ребята, давайте повторим, чтобы вы не забыли. Тросслейт что делает? Могли, не решает. Да, нет. Тросслейт, первый, первый эффект. Первый, что делали? Да, выдвигали, да? Блоки, да? То есть, как маржин работает, да? Второй, это был у нас скью. Ой, скейл был, да? Скейл. Что делает? Приближает. Зум, да? Это приближает, либо же уменьшает, да? Скью это что делает? Поворачивает. Поворачивает. То есть, градусами работает, да? И не еще. Давайте. Рутейт как раз таки нормально поворачивает. Тротейт. Сделаем, например, 60 градусов, да? Дегрис. Дегрис. Это градус, ребята. Дегрис означает. Вот видите? Поворачивает на 60 градусов. Не работает у тебя? Неправильно. Я наверное написала. Она 180, да? Указать. 180. Видите? Translate. Так. Сделаем. Еще можно 360, то есть полный круг. Вот видите? На месте становится. Ребята, как делать так, чтобы он не только, когда наводим, да, поворачивался, а всегда, когда мы загружаем либо обновляем Суницу. Мы уже знаем, да, почему? Потому что мы на прошлом локе уже проходили, да? Потому что там было, какие слова? Ключевые слова. Animation. Infinite, да, да. Вы запомнили, да? Вот Animation Infinite. Infinite здесь можно использовать, да? Анимацию создать, Name, да? Можете дома создать. Такие. Окей. Алмаз-то не смотрел, да, в прошлом анимацию? Нет? Так. А теперь? 3D, да? Давайте переходим в 3D. Например, Rotate. То есть делаем 3D. А хотя я, ребята, до 3D давайте объясню еще кое-что. Здесь есть, ребята. Сейчас он как бы знает нашу точку, центральную точку, да? И по ней поворачивается, да? По этой оси, то есть по центральной точке. Сейчас я сделаю сюда Perspective Origin, да? Как там было? Да, Perspective Origin. По центру сейчас обращается. Ну, я сейчас Perspective сделаю... Например, например, 200 пикселей, да? 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 Что? Да. Что-то ничего не нравится. Отца 400 делаем. Да. 400. Во. В HTC? В端. Учете, да? ude meaning. Учин .. Зажигаем Продолжение следует... 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 Скейл 3D О, это уже будет Zoom, да? Zoom Сейчас почти незаметно Так, подождите, как я... Чтобы заметно было, что нужно писать еще скейл 3D Угу 0,5 И вот так О, это так все 0,5 И вот так все 0,5 И вот так все Здесь в любви не очень любите, да? 0,5 В принципе все ли? Да У него есть несколько значений, да? Какие ребята? Можете перечислить? У трансформа какие значения бывают? Баттл Баттл Зачем? Баттл Например, скейл что делает скейл? Скейл Выличает зон, да? Как работает зон Скью Перекос Да, это перекос, ребята Скейл И еще Да Есть все транслейт Транслейт? Отодвигает Да, ага, да Отодвигает, да? То есть, да Как работает маржины Позицию меняет Еще Есть еще Ротейт, да? Да, ротейт Угу Вращает, да? Добавил к вам То есть, мы Анимацию Сегодняшнюю Закончили, да? Я вас уже Познакомилась со всеми Икс, Икс 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 Тоже поняли, да? Вот это часто используется, ребята Вот Можете часто встречать потом Например, скейл Икс, да? Вот Это часто используется, ребята Такое написание кода Икс Икс Потом Если увидите такие записи Знайте, что они Анимация, да? Трансформа свойства И теперь Собственно, да Когда мы делали тест, да? Писали У вас были проблемы с ID, да? Потому что я ID вам еще не объясняла Значит, давайте сейчас объясню вам Еще у нас 30 минут есть Давайте я вот возьму их в комментарии Икс Блоки Блоки У меня хан Икс Икс Пусть у нас на странице, ребята Будет H1 Очень много, да? H1 H1 Будет, например Их будет 3 H1 H1 Давайте я напишу H1 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 И теперь посмотрите Hi, hello, how are you У нас вывелось Я хочу теперь, чтобы первое Только первое слово Hi, да? Был другого цвета Значит, мы до этого указывали здесь что? Класс, да? Но как раз таки, ребята Класс обычно Будет лучше, если использовать его Многократно, да? То есть, если Если бы, ребята Будет удобнее Будет лучше Если я хочу поменять И хай И хаваю, да? Тогда я буду использовать класс Если я хочу только один То есть, один заголовок Поменять Значит, я создаю ID, ребята ID, знаете, что такое ID, ребята? У нас есть паспорты, да? ID-карты, да? Это уникально, да? То есть, вы похожую ID-карту нигде не можете найти Здесь также, ребята ID ID с одинаковым называнием, да? Можно использовать только один раз Например, давайте я сделаю ID First, да? Название будет First И теперь, ребята, в стиле Когда мы класс описали, ребят Сначала вставляли точку, да? А здесь будет решетка вот такая Пиштяк И, собственно, имя нашего ID First И делаю Color, например, какой-то Red Maroon, да? Видите, теперь High отличается от других А что, если бы я хотела И я хочу еще и Hello, и Hawaii делать, например, другого цвета Я создаю Plus И я хочу, ребята, чтобы остальные две заголовки были салатового цвета Что нужно делать? Создать класс, да? И для них отдельный класс можно создать или можно использовать одинаковый? Да, одинаковый, да? Вот его копируем, да? И вот, для второго и для третьего заголовка будет одинаковый цвет Вот, посмотрите, а сейчас Нужно еще и класс, теперь и Second Добавить И на Color, да? Указать, например, какой-то, давайте, Medium Теперь, посмотрите, ребята, если у вас будет также ID, ребята, нельзя будет использовать два раза А мы класс использовали уже два раза, да? Видите? Одинаковый класс использовали два раза А ID одинаковый два раза использовать нельзя Это используется в тех некоторых случаях, когда нам нужно что-то отличить, да? То есть он единственный в нашем коде Тогда мы используем ID И для ID будет написание кода вот так С сессия Сначала решетка, потом какой-то цвет Поняли, да, ID что означает? И запомните, ребята? Если у вас просят, чем отличается класс от ID, вы скажете, что, алмаз Класс мы можем использовать в коде несколько раз, одинаковый класс, а одинаковые ID, одинаковое название, то есть один и тот же ID не можем использовать, но мы можем использовать другой ID. Например, допустим, ID, создаю еще один ID, но у него название уже должно быть другой, не first, например, а я не могу использовать этот ID, копировать и поставить в другое место, я никогда не могу, это нельзя. А вот так можно писать, поняли, да? Вместе, ребята. Какое свойство используется для задания отступов в блока, внешний отступ? Какое? Да, margin, да. Внешний, да? Не внутренний, поэтому margin. Здесь, ребята, как раз таки, что? HTML код. Diff ID, my ID, да? Как задать стиль для тега div? Решетку, да, сначала, вот видите, здесь у вас ошибка была, второй вопрос у всех неправильный был, почему? Потому что мы ее не проходили. А внутренний отступ? P1, да, молодцы. А есть такой символ-код, P1, 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 нет, здесь нормально было у нас? Да, да, да. А сейчас исполкну, здесь тоже нужно, не надо. А док-так, да, поняли, да? Что делает док-так, ребята? Тип документов, тип именно, какой версии используем HTML, да? Почему? Потому что до этого у нас у HTML много, очень много версий было. А мы сейчас самую современную версию используем, самую новую, это 5, ребята, HTML5. Определяет вот эту версию HTML, какую мы используем. Спеть, вот и знаем, знаем, ага, вот это поняли, ребята? Вот эту задачу. Размер окна браузера 1000 пикселей, на цене добавили блок шириной 40%, затем вот этот блок добавили таблицу шириной 50%. Какого будет таблица в пикселях алмаз? 200. Значит, окна браузера у нас 100, это 1000, да? А блок у нас какая будет? Сколько пикселей? Это сколько пикселей? 400 пикселей. Затем добавили в этот блок, вложенный блок, в этом, видите, и чнеггер этот уже вложенный. Добавили еще один блок с шириной 50%, да? Сколько будет этого внутренний блок? 200 пикселей, да? Алмаз пони. А теперь вот это знаем. Знаем, мне кажется. Ага, вот это, ребята, как вы сделали, как вы делаете элементы P внутри элемента div? Да, например, у div есть, например, 4p, да? Мы все хотим указать, как... Да, молодцы, да? Потому что p и div это теги, да? Какое свойство, не классы. Какое свойство используется изменить шрифта элемента? For family, да? Меняем шрифт. Да, вот это вы знаете, ID select. Ребята, как раз здесь ID selector. Что это ID? Я только что вам объяснила, да, ID? Какой символ необходимо использовать в отделе style при создании ID selector? Решетка, молодцы. Вот видите, у решетки есть несколько названий. Диез можно назвать, шарп, или же решетка, да? А в программировании обычно используют шарп. Но DS тоже можно, да, и решетку тоже можно. Вот это... Запомните, расшифруйте аббревиатуру CSS. Cascading style sheets. Ага, вот это знаете, знаете, знаете. HTML. Да, классно. Так, take time to ID. Ага, вот видите, ребята, здесь как раз вопрос для вас. Сколько раз ID элемента может повторяться в ходе документы дать? Сколько? Да, молодцы, только один раз. Угу, угу, так. Знаем, знаем, знаем. Ага, вот это? Как сделать иконку красной? Вот видите, у иконки fast-forward. Fast-forward. Фа-мап, ребят, фа-мап. Почему фас это общий класс? А фа-мап именно класс-карты, да, для него зададим именно. Гульнура, поняла? Да. А? Что же у нас на цепках? Все, да? Вроде бы все. Теперь я хотела еще вам что объяснить. Какой-то фон будет, background, какой-то тематики. И либо вы можете вообще обычный background делать стандартный. И у вас должно быть 12 блоков, ребята. 12 блоков. Можете по 3 поставить, можете по 4 поставить, но в итоге должно быть 12. И у каждого блока будет название по-разному. Здесь мы просто везде написали translate, да, ребята? Так. У всех будет, например, один будет, например, school. Например, play будет, да, другой. По-разному будет. Название блоков будет по-разному. И каждый блок будет работать по-разному. То есть анимация для каждого будет по-разному. Ребята, начинайте сейчас. Пока. Пока. Пока.